Сегодня поговорим о менталитете турок. Я хочу, чтобы у вас не было заблуждения, развенчаю некий миф. Когда вы переезжаете в Турцию, многие думают, что все такие добрые, хорошие, отзывчивые, сердечные, уважают взрослых, старших. Это такие убеждения, чистые реальные мифы, с которыми едут иностранцы, переезжают сюда или туристы, ну, кто напожить на какое-то время, уж не просто. Туристам просто до этого дела нет, да, потому что нет контакта с местными. Ну, или там кто, девчонки, встречаются с турками или просто переезжают в эмиграцию в Турцию. У многих людей есть заблуждение такое, что все добрые, хорошие, помогут. Блогеры же рассказывают, там, как, я не знаю, где ты потерялся, подходи к полицейскому или прохожему, за руку отведут, тебе покажут, там, я не знаю, там, пожить к себе пустят и такое, такое, все прочее. Это есть. И это не исключение из правил, это большинство так и есть. Но я хочу сказать, что есть турки не только добрые, хорошие, помогающие, отзывчивые. Есть еще категории людей, не в семье, не без урода, да, и не без плохих людей, которые обманут, обберут последнее, без штанов и трусов оставят, пустят тебя по миру. Такие здесь тоже есть. И не надо думать, что все турки очень хорошие. Я не хочу, чтобы вы заблуждались, потому что потом будет очень больно разочаровываться. Я об этом раньше говорила, что в туристической зоне, как Анталия, Марморис, Бодрум и так далее, турок, которые кинут, разведут, вот то, что с туристами, да, таких больше, это определенная уже часть их менталитета. Они в этом живут, они пользуются людьми, вы видите это по отношению к женщинам, и там вся просто история. Культурные, образованные, хорошо воспитанные турки, и таких сами, назовем так, презирают, и мне нравится такое поведение своих же граждан. Надежные, хорошие, и они встречаются. И здесь не все такие, например, уже плохие, как многие туристы думают, когда бы были туристами, что все турки надеются обокрасть, обворовать там, я не знаю, обобрать или обмануть каким-то образом и нажиться над себя. Совершенно не так. Это вы с такой категорией сталкивались. Здесь разные категории граждан, да. Ну и думать, что все такие хорошие, пушистые, белые, правильные хотят мне помочь, тоже это неверно. Как можно таких, да, найти? Чем ты лучше знаешь язык, интегрируешься здесь в общество, в социум, общащиеся с людьми, заводишь знакомства, тогда у тебя таких хороших турок, знакомств будет больше. Здесь очень важен сват-брат, все по знакомству, я вам говорила, поэтому и друзей ты хороших себе будешь находить по знакомству, да. Если тебя кто-то предал, назовем так, какой-то друг, нехорошо тебя показал или еще что-то, ты его вычеркиваешь из своих друзей, делаешь выводы, там, начинаешь общаться с кем-то другим. А если ты познакомишься с хорошим, нормальным, адекватным, ты говоришь о том, что у него такой же круг общения, у тебя познакомят с такими же своими хорошими, адекватными родственниками или друзьями, там, братьями-сеострами, ведет свой круг общения. Вот я к чему. Чем ты больше обрастаешь подобными хорошими контактами, тебе выгоднее и удобнее жить в Турции, тебе очень много помогут. Но я хочу сразу предупредить, уважаемые граждане, кто сюда переезжает, туристами, иммигрантами или там девочки переезжают. Ваши знакомые, друзья-турки не должны решать ваши проблемы, не надо, пожалуйста, тоже наглеть и садиться на шее. Я очень много слышу историй, рассказов, точнее. Турки такие, если воспитанные культурно, они не откажут. У них не принято отказывать. У них вообще не принято в культуре говорить слово жестко нет. Поэтому у них есть фразы «боколым», «бокорыс» и так далее. Посмотрим, увидим, как будет. Это значит, на самом деле нет. Тебе просто стесняются сказать «нет». Сказать «нет» в ответ в лицо, это очень грубо считается. Это некрасиво, не хотят обидеться. Короче, турок обидится, если ему скажут жестко «нет». Условно послать человека просто без мата какого-то. Ну, грубо это считается. Чтобы мягко съехать, турки вот так вот «юля», они могут открыто сказать «нет». Некрасиво считается. И я слышу истории, когда там переезжают. У меня есть, например, семья из СЛГ наших переезжает в Турцию как эмигранты. У них есть друзья, знакомые какие-то там или чьи-то там родственники. Просто общаются. Может, друг другу даже гости летали когда-то в отпуск. Вот они переезжают. «Ой, нам друзья помогут». И ВНЖ они им делают. Документы узнают. Квартиру ищут. Вот это вот все-все-все. Честно скажу, за такую помощь надо платить для этого. И существуют специальные люди, которые здесь есть, которые помогают с ВНЖ, с документами, с квартирами, например. Вообще без правил. Платите никем, а все это помогут сделать. Здесь такая сфера услуг есть. Просить знакомых это делать можно. Поймите, они это делают не потому, что они очень все хотят вам помощи, потому что они вам отказать не могут. Это считается некрасиво. Они хотят вас обидеть. Но, скорее всего, им тоже трудно этим заниматься. Влом они тратят свое личное время. И если турок вам помог таким образом, он герой, молодец. Это довольно-таки проблематичная история, да? Так помогать тяжело. Даже для турков в своей стране. Очень много времени на это нужно. Учтите, что когда он придет вам за помощью, или просто вам скажет, так, а у меня вот такого-то плана, например, поделиться проблемой. Он не попросит, может, напрямую помоги мне, или ты можешь решить мою проблему. Но он будет ждать, что вы беспрекословно, назовем так, сто процентов подойдете и предложите вашу помощь. То есть, условно, последнюю рубашку отдадите, с плеча снимите, ему поможете. Максимально приложите усилия. То есть, если турок помогает, я вам это про гостеприимство рассказывала, он ждет, что в ответ ему когда-то вы тоже будете помогать. Также отъявлено, бескорыстно, без оплаты какой-то и тому подобное. То есть, по сути, плата, вот этот доверительный человек от вас ждет в ответ в своей тяжелой ситуации точно такого же. Почему есть турки, хочу отметить, чтобы тоже заблуждений не было, которые не помогают, могут обобрать, короче, плохие какие-то. Такие есть. Здесь есть, ну, как я не знаю, не прямо уж националисты назовем, да, есть такая категория граждан, это снобы, высокомерные. Вы можете это понять, парень с жилья, например, когда вы снимаете квартиру, а в вашем сете есть тот, кто владелец квартиры. Это некое снобство с позиции выше. Я гражданин здесь, я владелец квартиры, а эти понаехали. Иностранцы. Это неважно, какая у вас национальность, там, такая это страна, или такая вообще им пофигу. И в принципе, они националисты, их бесят другие приезжие, иностранцы, которые понаехали в их страну. Они не думают о том, что вы платите налоги, или здесь у вас бизнес, или вы тоже работаете, что вы как бы, или может, уже получили, допустим, гражданство, или купили эту квартиру в итоге, или еще что-то. И вот ты приехал, ты чужой. Вот это ебанжи слово, да, понаехавший, инородный, иностранный, чужой, чужак вообще. Это слово, по сути-то, корень его, чужой. И вот эти снобы, они никогда не помолваются. И прям не будут убирать, они будут очень высокомерно общаться. Неважно, какой у тебя социальный статус, какой у тебя семейный статус и так далее. Кто ты вообще, откуда ты, с какой-то, неважно. То ли ты из Пакистана, из Бангладеша, там, блин, из России, из Украины, с Беларусью, все понаехали. И все не нравятся, и все иностранцы. Понимаете, здесь есть такое. Так вот, в аренде жилья, это всегда, это какие-то, этот сосед будет с терками, с претензиями, он будет докапываться до вот этого иностранца, или приехавшего, и так далее, будет пытаться подкалывать, гнобить в чем-то. Просто потому, что ты ему не нравишься, потому что приехал. И вот таким им надо отвечать всегда. Я сразу предупреждаю, их надо ставить на место, чтобы они не наглели. А очень часто вот это, вот я владелец квартиры, а ты снимаешь там, условно, если так прижим, ты откажешься, ты типа съедишь. Я пойду, вот это вот есть соперничество никогда, это вот снобизм. Есть еще те, кто, например, не в квартирном вопросе жилищном, просто есть категория людей, которые не любят иностранцев. Неважно, где ты, откуда, что ты, как. Ты можешь, например, быть иностранкой, пойти в коллектив турецкий работы. Ты, например, уже 5 лет 10 прожила, замуж вышла, получила гражданство. Ты иностранкой здесь все равно всегда будешь. Идеально говори по-турецки. Не знаю, красть волосы в черный цвет. Никогда ты своей здесь не будешь. Ты все равно будешь иностранкой. Или, например, есть девчонки, которые туркменки, да, которые папа турок, например, а мама туркменка. Ну, если у тебя один родитель уже иностранец, не турок, а туркмен хотя бы, да, ты уже все иностранка. Хотя ты это делась в Турции, здесь, в Стамбуле. У тебя папа турок, ты, блин, все, ты не турчанка. Ты турчанка, а у тебя мама иностранка. Все. Даже туркмен такой близкий язык, народы, менталитет, религия. И ты пойдешь, например, в коллектив какой-то на работу, и там может найтись такой человек, или такая женщина, или сотрудник такой, или мужчина, неважно, кто после нее будет любиться, что иностранец. Здесь такое есть. Их очень мало таких людей. Это маленький процент, но они есть. И вы с этим знакомитесь, это вылазит, когда вы здесь на постоянке живете уже продолжительное время. Потому что когда вы только приехали, первые 2-3 года, у вас свой стресс, адаптация, вся эта фигня происходит, вы этих людей не замечаете. Вы либо их всех под одну гребенку чешите, и вообще в страну Турцию не принимаете, когда вторжение внутреннее идет, вы думаете о себе такие. Но вы когда поживете, с людьми пообщаетесь, вы четко будете определять, короче, проблемы не во мне, а в людях здесь. И вы будете четко считывать, что есть люди, которые хотят помочь, когда такое мне говорят, ой, такой турок-то помогал, он так-то-так, вот сосед или просто знакомый. Это я просто могу сказать, вам повезло с соседом или с таким знакомым турком, это говорит о том, его хорошие качества. Он правильно воспитан, из хорошей образованной культурной семьи, скорее всего, хорошее образование. Это добрый, в принципе, человек без говнеца какого-то, да, он где-то там сплетник, как и все, но без суперчертовщинки какой-то. Хороший, надежный друг, они могут быть вот такими хорошими, надежными друзьями здесь. Это говорит о том, что человек вообще просто из семьи хорош, что его воспитали таким. И я могу порадоваться за вас, если у вас такой знакомый друг турок. И вот в этой помощи какой-то даже, там это очень показывается. А есть такие, потом вы их тоже начнёте со временем отсоединять, как бы, да, членять и увидеть их. Это не обязательно двуличные или какие-то, это высокомерные, которые подкалывают, которые вот такие вот, со шпилечкой подколоть, которые, о, у вас там, вы для него всегда иностранец. У вас в разговоре вы будете, да, это слышать, вы даже прекрасно говорите по-турецки, а он делает, извини, я недопонял, или что-то, что-то у тебя такой акцент, да, что-то такое. То есть он всегда ставит своём общение себя чуточку выше. И это проблема не только потому, что вы иностранец, он просто видит вас конкуренцию, такой человек снобист, сноб такой в Турции, он видит вас конкуренцию. Представляете, вы, например, иностранец, приехали, там, женщина красивая, например, ухоженная, или голосного мужика себе отхапали, да, это уже, Турченко, такого сама бы не отказалась, да, это конкуренция некоторая. Или вы где-то успешны в чём-то, могли реализоваться на месте, в профессии найти себя, в каком-то деле. А она всю жизнь, например, домохозяйка, сидит под каким-нибудь там мужем, который поколачивает периодически, или, в принципе, доминирует, давит там, аипит, и вся история, прикиньте. Она такая несвободная, по своим ощущениям, а вы свободная, сделали свой выбор, успешный в чём-то, привлекательный, и у вас, короче, всё, на её манер вы счастливы, да, вы счастливый человек, а вы про это тупо зависть. И вот внутри этот снобизм ещё, представляете, он ещё растёт, в гриммитральной проекции, снобизм на фоне вот этой зависти. И очень тяжело жить, тогда вот такая там соседка, знакомая, коллега у вас появляется, так себя ведёт. Это не все, но у турок есть вот такие, да, снобы, и некая точка зрения, можно сказать, националисты, здесь такая тема есть. Это маленький процент, но они есть везде. И в деревне, ну там их будет вообще минимум, и в крупном городе, где их будет побольше. В деревнях более такие спокойные, простые люди где-то, открытые, принимающие, без снобизма они попроще. Но если у вас, как вы почувствуете, что этот друг хороший, в турок такой помогающий, который будет говорить, тебе никогда не скажут, например, ты плохо говоришь, например, по-турецки, а он тебе не скажет, ой, там что-то не понял, перескажет, он тебе будет стараться понять. И он будет стараться не задавать неприятных вопросов, да, там, ой, ты так это сказал с таким акцентом, я не понял, ну-ка повтори. Он не так скажет, он говорит, слушай, повтори, пожалуйста, я хочу тебя понять. Вот так он не скажет, у тебя плохой турецкий, у тебя плохой акцент, или еще что-то, ты говоришь, непонятно, или что-то такой тупой, выучить не можешь. Может, когда тебе говорят, например, ой, да ты там, три года живешь, например, год живешь, что ты, язык еще не выучил? Ну, например, у каждого свой процесс изучения языка. Кто-то легко это учит, а кому-то надо время, а кому-то, блин, пять лет, шесть надо, чтобы ты устаканил во все голове и спокойно, свободно, например, говорить. У каждого свой срок. У каждого, блин, по-своему мозг работает. Кто-то легко это учит, или вообще, короче, у некоторых бывает стопор перед турецким языком. Так вот, если тебе человек такое сказал, или там сколько-то, полгода еще язык, еще не знаешь, вычеркивайте такого турка из своего общения. Это вот вам признак, шпилечка неуважения к вам. Не знаю, какие причины, конкуренция, снобизм или неважно что. Если человек себе такое позволяет сказать, это некрасиво, некультурно. Говорит о том, что он уже не из той категории воспитанных культурных надежных туров, которые могут помогать. Сейчас вам скажу, потом вам еще выдаст еще триаду целого, цвета обидит все равно в итоге. Вот по вот этим маленьким моментам вычленяйте это и таких людей отсекайте. Я когда переехала, я ходила в спортзал и еще у меня никаких знакомых особо не было, только моя там дуэгона у меня с самого начала была, да. И мне хотелось еще с какой-нибудь турчанкой познакомиться. Там была девочка, которая говорила по-русски, турчанка, в соседнем доме жила. Она училась на инженера электрика, энергетики чего-то там в Москве, прожила 5-6 лет и вот буквально два года назад она вернулась тогда. Два года, это было очень давно. Она вернулась тогда из Москвы и она работала здесь в какой-то компании по профессии, но она классно говорила, студентка была по-русски, без акцента вообще. Я подумала, ой, классно, я с ней заобщаюсь, ну, короче, прикольно же, да. Мне очень хотелось какую-то подружку, мы с ней как-то пару раз даже на кофе может сходили, не помню, честно говоря, это очень, что-то было. Но в общем, и мне так было приятно, я подумала, блин, как классно, я бы хотела какую-то подружку себе найти, особо первое время я так думала. И вот такие люди, я сейчас понимаю, раньше я по-другому подумала, и как-то буквально с ним вместе, пару месяцев можно общаться, спортклуб вместе на групповые заходили, и она просто в разговоре такая, ты как давно здесь живешь? Я не знаю, допустим, я полгода жила, первый год буквально, не знаю, сколько точно, она такая, а что ты язык еще не выучила, что ли? Типа, в чем проблема? Что ты не учишь язык, что ты его не знаешь до конца, ну, типа, не разговариваешь на нем, я... А я еще в тот момент, сейчас понимаю, я была вот в этом шоке, переезде, в стрессе, какой язык, я за него еще не бралась, мне еще вообще вокруг все диким, странным казалось, я только переела, мне еще вообще, что? Я еще тогда летала каждые три месяца к себе домой в гости, переживала вот этот стресс переезда, и мне такое... Я сейчас понимаю, нафиг надо было ее выкидывать со своего общения, это она вот этот снобист и так далее, я вообще с таким вообще не общалась никогда, тогда я этого ничего не знала, у меня не было блогера, который мне это, блин, рассказал, мне так было неприятно, обидно, я в тот момент грибанула, как называется, под себя, и начала оправдываться, я говорю, только переехала, да я только ищу курсы, а я еще как бы в шоке, да я... Да нафига оправдываться? Промолчали, сделали вывод, все, больше с этим человеком не общайтесь и нездоровые здесь. А потом за временем я все равно все равно через парочку месяцев показала, короче, я не помню, что как, и мы с ней вообще перестали общаться. Я даже помню, не помню, честно говоря, по какому поводу, когда она ходит, я перестала ходить, я избегала, что мне настолько неприятно стало, я уж не помню как, что-то, короче, меня отвернуло. Тоже она какую-то фразу что-то кинула, и все, я, короче, так думаю, до свидания, все с вами понятно. Так что не делайте моих ошибок. Если я тогда знала, что такое есть, если вам раз такое что-то сказали, показали себя так, то, пожалуйста, этот человек не изменится, не таите надежды, не держитесь за такого друга. Так что знаете, кто ваш друг, а кто враг в Турции? Если у вас есть вопросы, пишите в комментариях, пожалуйста, ставьте лайк, если распространите видео, будет мне очень приятно, мне очень хочется, чтобы были просмотры, это стимул для меня снимать для вас видео. Я всегда в инфобоксе оставляю свою почту. Если вы хотите провести марафон по психологии, пишите темы в комментариях под видео, с удовольствием мы это с вами обсудим, если вы готовы для марафона в Инстаграме. И еще у меня есть холорующий классный риэлтор, если вы снимаете и покупаете квартиру, либо оформляете какие-либо документы здесь в Турции, вам нужна помощь, поэтому надежный человек, пожалуйста, англоговорящий, пишите мне на почту, я вам дам контакт и свяжусь с ним. Если вам нужна моя консультация как психолога, тоже на почту, тема письма консультация. Спасибо за внимание, всем пока.